Сегодня мы готовим сибас по-тайски Пла Пфу. Это наш обычный, хорошо вычищенный, средиземноморский сибас, который мы приготовим по древнему тайскому рецепту. Нам понадобится имбирь промытый, очищенный и протертый, перемолотый в ступке черный перец, вы видите эту смесь, добавим сюда лаврушки, это то, чем мы будем начинять, фаршировать наш сибас. Также понадобится лук-шалот и сельдерей. Лук-шалот и листочки сельдерея. Если у вас есть лемон-грасс, лимонная трава, побеги лимонной травы, или лимонная сорга, как его называют, то обязательно добавьте в рыбу лимонная сорга. Вот мы делаем фаршировочную смесь на готовом сельдерей, заранее порезанной. В оригинальном рецепте используются корешки кориандра. Это то, что очень редко можно встретить в наших магазинах. Но сельдерей ничуть не хуже. Он даст свой оттенок, но будет очень вкусным. Теперь берем рыбу и фаршируем нашу смесью. Рыба будет выложена на фольгу. У вас разогрета духовка до 200 градусов. И где-то 20-30 минут рыба будет запекаться. Не забудьте посолить рыбу внутри, либо добавьте соль в смесь. 2 трети смеси пошло для того, чтобы сделать фарш внутри рыбы. А 1 третий смеси будет покрывать рыбу сверху. Имбирь необходимое блюдо. Почти в любом блюде тайской кухни используется имбирь. Украсим красным чили. Любители красного чили могут съесть его потом. Для аромата он обязателен. Вот так мы упаковали нашу рыбку. Теперь она готова для того, чтобы поместить ее в духовой шкаф. Итак, прошло всего 20 минут. И наша рыба по-тайски плакфу готова. Вот мы достали ее из духовки. Разворачиваем. Вот такая она с пылу в жару наша красавица. И украшение сохранилось. То есть, в принципе, ее можно подать, выложить аккуратно на тарелочку. Прямо вот так. Вот так выглядит наша плакфу рыба по-тайски. Себас по-тайски на тарелочке. Но я думаю, что можно не разделывать. Ваши гости с удовольствием сами насладятся разделкой этой красавицы. Подробности рецепта смотрите на сайте Экзотика. Стиль жизни. Кушайте и наслаждайтесь!